Гольф – одна из по-настоящему великих спортивных игр. Имея за плечами более чем 700-летнюю историю, гольф не теряет популярности и по сей день. И если когда-то он считался спортом для избранных, то сейчас он доступен многим. А после включения гольфа в программу Олимпийских игр он приобрел еще большую популярность во всем мире. Гольф мне нравится тем, что он совмещает в себе как физические качества, так и человеческие качества. Плюс это всегда работа головой, то есть ты должен постоянно думать, постоянно обдумать свои действия, как ты хочешь поступить. Игра теоретиков, так сказать. Здесь очень интересно и спокойно ты расслабляешься в этом виде спорта. Мне нравится постоянно забивать в лунку мячиком. Всего в турнире приняли участие 24 человека. Участники соревнований выступили в двух возрастных категориях. Младшая группа с 5 до 8 лет и старшая с 9 до 13. Проводить время с пользой можно разными способами. Например, заняться гольфом. Прямо сейчас за моей спиной проходит турнир по новогоднему снэк-гольфу. Это возможность заниматься этим видом спорта где угодно. С ним у вас есть возможность разнообразить свой досуг. Поскольку турнир проходил в закрытом помещении, эту игру принято называть снэк-гольфом. Она проста для освоения. Во время занятия развивается координация движений ребенка. А кроме того, подвижность, умение точно рассчитывать свои действия и выбирать правильную стратегию. Важное умение концентрироваться на определенной цели, что продемонстрировали абсолютно все участники турнира. За юных гольфистов пришли поболеть их родители. Кто-то просто фотографировал своего ребенка, а кто-то давал наставления, подбадривая своих детей. Я тоже, в принципе, занимаюсь, тренируюсь здесь с ними. Тоже гольфом? Да, тоже гольфом. У меня все трое детей и я. Все занимаются, все довольны, всем нравится. Мы уже подумываем на даче сделать поле целое, чтобы играть на свежем воздухе летом. Школа гольфа в Жуковке организована под эгидой Федерации детского гольфа. Также здесь обучают и взрослых. Учат основам этого вида спорта и проводят соревнования с использованием международной методики и оборудования снэк. Также на территории игровой площадки установлен профессиональный интерактивный гольф-симулятор «Фуллсвинг Гольф Спортсмен». Организаторы предусмотрели отдельную награду за самый дальний и за ближний удар к лунке на интерактивной площадке. В гольф-среде я непосредственно с 93-го года. Привлекает меня тактическая подготовка, проявление выносливости, настойчивости и характера. Ее можно сравнить с индийской игрой в шахматы. Здесь присутствует логика, расстановка каких-то своих целей, направлений. Ну и, конечно, результат, который должен вас радовать. Точное попадание мяча, скажем так, на грин, в лунку. По итогам турнира всех участников наградили почетными дипломами. Ну а самых лучших пригласили на пьедестал почета за заслуженными наградами, медалями и кубками победителей. Гольф-школа «Жуковка» в новогодние каникулы проводит групповые мастер-классы для детей и взрослых, а также предлагает интересно провести время в игре на гольф-симуляторе. По словам организаторов турнира, основная цель таких соревнований – популяризация гольфа, как олимпийского вида спорта, и продвижение идей здорового образа жизни в детско-юношескую среду. Милая Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».